Приветствую всех дорогие зрители и подписчики моего канала. Сегодня я хотел бы вам поведать про такую игру под названием Peck Inc. Evolved. Разработана она Endemic Creations и является собой симулятор заболевания, что не очень часто встретишь. Основная задача данной игры полегая в том, что чтобы уничтожить всю жизнь на земле, а точнее людей. Впервые данная игра появилась на телефонах в двенадцатом году, получила даже премию как лучшая стратегическая по какой-то там версии какого-то журнала. Ну а в четырнадцатом году она уже перекочевала на ПК. Я даже смотрел на нее зимой, но как-то она меня, знаете, по роликам не впечатлила. То, что выкидывали производитель ролик, трейлер. А когда посмотрел, как ее играли, то да, штука классная. Простенькая, но очень классная. Я, конечно, уже ее полностью прошел. Проходил я ее на работе. В основном в объединенный перерыв. Так, тут есть, видите, разные варианты. Есть на скорость, есть официальный сценарий, сценарий игроков, обучение есть. Я, в принципе, предпочитаю или основную. Можно еще официальные пробовать. Но основная игра лучше то, что там идут чисто болезни, вы по ним идете. А тут видите, есть пара вот этих болезней, а дальше идут уже вариации. И тут уже будет накладаться условия на окружающую среду. Видите, пишутся сразу же условия. Всемирное потепление, значит будет жарко. Вулканический пепел. Граница на замке. И все такое. Но я бы советовал вам проходить основную игру. Тут есть бактерии, вирус, грибок, червь какой-то, неоракс или как паразит, вирус некрона, прион, нановирус, биооружие и семянский грибок. Бактерия, в принципе, несложная, очень хорошо распространяется. И я ее буду показывать. Вирус тоже хорошо распространяется, но он часто мутирует, потому вам желательно его делать очень заразным, чтобы он побыстрее распространялся. Иначе люди начнут умирать быстрее, чем вирус ваш будет распространяться. И выходит, болезнь может сойти на нет просто. Грибок. Проблема в том, что в некоторые места тяжело попасть им. Но у него есть такое умение, как взрыв-спор. Не используйте его на начале. Используйте его в конце, когда вам на какой-то остров, например, нужно будет пропасть. Островную страну. Потому что будут граниты, все перекрыты, и у вас будет проблема с этим. Так, вот этот червь, очень легко за него играть. Он блокирует фактически все симптомы. Если у него там такие умения. И вы можете заразить всех, начать решить убивать, а люди только спохватятся. Паразит. Тоже так более-менее нормально на ним играть. Ничего такого довольно-таки сложного. А вот этот вирус Некроа. Это превращает людей в зомби. На начальных этапах сначала еще люди просто заражаются этим вирусом. А потом там появляется уже дальше, когда вы развиваете его, там есть две ветки развития. То можно поднимать зомби. И зомби будут мочить людей. Но люди тоже будут мочить зомби. Поэтому надо побеспокоиться о своих зомберках и качать им боевые умения. Чтобы могли противостоять людям. Это очень важно. Там будет создана организация, которая будет бороться именно против зомбарей. Поэтому нужно будет их хорошо развивать в плане защиты. Так, Преон. Ну, мне он ничем не запомнился. Пишут, что тяжело распространяется. Нормально. Нано-вирус. Ну, интересная штука. Это механизмы. Их будут пытаться отключить. Вы будете блокировать там своими умениями. Эту возможность. И по возможности мочить людей побыстрее. Вот так вот. Так, Биооружие. Ну, тут нечего даже и рассказывать. Ваша задача заразить. Чем побольше. Всех, короче, заразить. До того, как оно убьет всех. Вот так вот. Ну и Семианский грипп. Это когда обезьяны стоят умнее людей. Типа планета обезьян. Фильм видели. Ну, вот это такое же. Получается, люди умирают от болезни. А обезьяны стоят умнее. И там основа сюжета, что какая-то исследовательская лаборатория проводила испытания лекарства на обезьянах. В итоге они начали умнеть. Когда люди это пронюхивают, они начинают отлавливать этих обезьян. И вам нужно будет своих собратьев вызволять. Или просто перемигрировать, чтобы их не ловили. Вот так вот. Я не смог этот так и сценарий пройти. Непростой долонетки. Хотя интересно. Очень интересно. Ну, будем играть за бактерием. Когда вы будете проходить, болезнь будет добавляться гены вам какие-то. У каждого есть свои виды способности. Можно прочитать. Уменьшают вероятность мутации болезни. Но это для вируса очень. А то очень мутирует. Дровинист. Оборот повышает. Быстрый старт. Агрофилл дает бонус к распространению в сельской местности. Вот так вот. Сложность и сведенье. Нормально играть, в принципе. На сложном я не пробовал. Так, как мы назовем нашу бактерию? Давайте. У меня есть одно название. Бактерия адапкеймс. Есть такая бактерия. Вы бактерия. Для победы вам нужно развиваться, распространиться по всему миру и уничтожить всех людей. Так, выберите страну для начала заражения. Когда вы кликните на ней, вы сможете увидеть большие, больше информации. Ясно, ясно, ясно. Так. На какую страну? Видите, карта довольно-таки примитивная. Указаны порты. Морские порты. Аэропорты. И какую я страну выберу? Я выберу от Украины. Потому что бактерия адапкеймс обитает именно тут. Все. Заразился первый пациент. Пошло время. Так. Хорошо. Тут будут проходить новости. Видите, есть характеристики вот страны. Сейчас нажмем паузу. Сейчас я покажу более детально. Вот видите, тут у нас холодно, влажно и сельско-хозяйственная страна. Где это прописывается, блин? Ща-ща-ща-щас. А, информация о стране. Вот. Если наводите... О, сельско-хозяйственная страна с холодным и влажным климатом. Это надо учитывать. Когда вы будете развивать свою болезнь. Так. Мир. Можно посмотреть, что в мире делается. Видите, общее количество здоровых, больных, мертвых и зараженная страна. Исследования. Чем страшнее болезнь будет, тем будет больше исследований проводить. Ну, выделять больше денег. Видите, не закрыта еще ни один, ни одна сухопутная граница, ни один порт. И ни один ави порт. Вот так вот. Так. Что еще такое важное? Ну, по каждой, в принципе, стране можно посмотреть характеристики ее, сухонаселения и тому подобное. И... Киев, шахи правительства принимают, чтобы остановить болезнь. Теперь про саму болезнь. не превышайте тяжесть болезни на начальных этапах. Чтобы она там за четверочку хоть бы не прыгала. Качайте передачу вируса болезни. Симптомы оставляйте на потом. Нужно, чтобы болезнь чем дольше была не замечена. Если появляются симптомы, то люди начинают замечать эту болезнь. И начинают искать лекарства. Если они найдут лекарства дота вы всех замочите, то все, вы проиграли. Вот так вот. В принципе, быстрая кнопка доступа до окна болезни это Q, а быстрая кнопка доступа до мира это E. Вот так вот, чтобы знали. Поставим скорость побольше. кораблики плавают спокойно, самолетики летают. Вот так будет раз... Так, вот там очки ДНК мы получаем. Бонусные очки. Вот так будет наша болезнь распространяться с помощью кораблей, самолетов и через сухопутные глины. Вот, сейчас мы смотрим умения. Так, в бактерии создаётся оболочка для защиты от любых климатических условий. Можно развить в принципе. Давай, разоверем. разоверем. Угу. Так, видите, там, само собой новости, там, Олимпиада проходит или ещё чего там. Есть и полезные новости, например, праздник поцелуев может быть. Так, магнитный поле сместился в Новую Зеландию. Недавние колебания магнитного поля земли были достаточно сильными, чтобы использовать их как источник энергии в Новой Зеландии. Хорошо мы распространяемся. Ещё желательно начинать со стороны, у которой есть аэропорт и морской порт. это так я начал для примера Украина. Название обязываний всё-таки. Так. Можно холоду противостоять, можно давай. Сельхоз страна у нас надо развивать. ураган шакира. Есть такое явление. Растёт количество больных, Так. Давай в холодном, не, я наверное сейчас сначала тёплый климат разобью, а потом холодный, чтобы не очень светиться. Так. Ну, давай через воду будем распространяться. Очки ДНК поступают. Ещё. Хорошо, хорошо. Что я говорил? Уже до сотни людей. Как развивается хорошо наша болезнь. Так. Францис планирует запретить население работать? Да. Ну, давай я хочу на горячей, на тёплой страны развить. Тут тоже влажный поводный климат, но тут уже тысячи уже. Смотри как пошла. так что на вино. Так. Потом холодно почнём климат. О, видите, первый симптом бессонница. появилась. Вот когда мы через животных передаём наши передачи болезней идёт. Вот видите, заразность у нас поднимается. Тяжесть, летальность, то вероятность мутации поднимается. вот бессонница появилась. Неспособность нормально высыпаться делает людей раздражительными и менее продуктивными. А дальше можно будет паранойя, иррациональное заблуждение и недоверие жертв другим людям делает невозможным нормальное общение и сотрудничество. Тут ещё будет один симптом, который будет замедлять исследование. Ну давайте наращиваем потенциал. О, мы уже в Прибалтике. Так, где это мы ещё? Так, вот можно смотреть в каких странах мы. В Польше мы уже, да? Хорошо. Сейчас мы ещё что-то разобьём. Холодные страны разбиваем. Тут уже порт есть в Прибалтике, видите? Можно попасть в Ринландию, Исландию и тому подобное. Так. Мы уже в России. Супер! так. О, как тут хрустёт? И дальше в Европу пошли. Сейчас начнут распространяться. Так, что там правительство? пока ничего правительство не делает. Ну и слава богу. Всё, всё население. Так, что-то можем улучшить. О, видите? Нашли новую болезнь. но она пока лёгая и никто на неё особо так не реагирует. Сейчас. О, начали пойти разработку лекарства. Аж 415 баксов. выделены эмоции. У нас на медицину любят выделять деньги. Деньги. Да, богатые страны. Там лекарства хорошие. Получается из-за этого сложнее заражать центральный европамент. Значок бакса есть. Ну и чё, на этом случае есть умение тоже. Вот вот это. Утучивость к лекарствам. вон прогресс ведь исследования лекарствам. Блин, новые воздушные фильтры. такого я еще не встречал. Видите, есть случайные события. которые влияют на распространение болезни. что там как исследования. Пока так себе. Так киста это не хорошо. Но у нас заразность. Да, заразность повышает. что там? Ну давайте ребята давай RGAMES работай. так у меня дело. Так давай-ка по воздуху. Увидите, заразность поднимается. Улучшение позволяет снова заражать самолеты. отлично. О, видите, пошло самолетиком. По Франции, куда там еще, Германия. И из России прилетел этот самолет. О, Польша пошла. Из Прибалтика. Польша тоже. Заразные ВИЧ. Китай. Вечно. Сейчас китайцы офигеют. Так. Хорошо, хорошо. В Корее, да? Швеция, Корее. Так. Давай. Хотя нет. сейчас противостоять лекарствам надо получше. Так. Есть Казахстан. Пошел процесс. Турция. Так. Делаем вот так вот. Сейчас будем защищаться от исследований. есть, есть. Передача еще нет. Ух ты, Великобритания, Балканы, Норвегия, Канада уже. Так. Давай-ка. Вот так вот сделаем. Есть. В Гренландию попали. Самое главное заразить острова. То они закрываются от вас, и туда попасть это, знаете, что-то из рода фантастики. Исследования замедляем. Видите, один процент уже есть. Сам покажу. Так. Где-то. Требуется фонды, видите. И вот уже понемножку начинает подниматься затраты. Начинают уже тратить баблишко на исследовании. Вот уже сколько народу заразилось. Пока мало. И сколько лет надо для исследований. Так. Корабунки еще будут с зараженными. Россия. Все. Готово. есть. Италия. Еще там Иран. Так. Передача. Вот так. Еще поднимаем. Заразность была хорошая. Ага. Корея уже есть. Так. Сцепь появилась. Увеличивает скорость распространения эффекции. Отлично. надо в Исландию попасть. И вот сюда надо эти острова. Еще на Кубу надо попасть. Так. У США уже заразились. Так. Передача. Умение подкачать. В Ринвандии есть. Ого. Центральная Америка. Уже ВОЗ беспокоится. Так. Улучшаем оболочку. Живучесть либо в климатических условиях. Неуязвимо практически. Так. Надо бы еще вот этих грозунов развить птиц. Есть Испания. Украина еще не закрыла кордоны. Так. Так. Пацан надзором. Да? Ну ладно. Не бойтесь, ребята. Я вас убью быстро. О, есть. Есть, 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 есть. Ну как пошло? Так. Сейчас посмотрим, какие еще страны остались. Так. Это оболочки распространяют лучше. Я думаю, лучше птицы. Только умение можно затормозить исследование. Передачу поднимем еще. Хотя 4%. 5%. Вот так 5%. Есть Исландия. Больше времени идет, видите. У нас 8. семьячок. Так. Симптомы сколько стоит в холодных странах. Давай разовьем все равно дешево. Троечка. Есть, заразились. Тут еще. Вот еще, видите, здоровые страны. вот эти острова на даму. Австралию летят и летят. Есть, Филиппины. Так. Филиппины. Еще Новая Гвинея и Новая Зеландия. Мадагаска. И Куба еще. Есть, есть, есть. Новая Зеландия завозилась. Так. И мы сейчас защитимся немножко. Сделаем вот так вот. Чтобы им сложнее было следовать. Видите, уже откатилась немножко. Было 16-го, 13-го центра. Так. Сколько это стоит? 29-28. Еще не мешало было. 16-го... Так. Так, анимея, да? Анимея, это... А, вот она. Ну, пока она безобидная, но потом она будет давать о себе знать. Есть, есть, куба. Монтероскар еще и виние нужно. Египет начал видировать, да? По воде, наверное, надо развивать еще заразность. Оно, сколько людей заразилось. Ага. Вот сейчас будут, типа, появляться синие такие пузырьки. Их надо лопать, чтобы не ускорялось исследование. Ну, давай попробуйте разобьем, чтобы больше кораблей было. Китай уже, видите, скрывает. Попадите в Мадагаскар. В Гвинею. Здесь в Гвинею есть. Есть. Теперь можно убивать. Так. Сейчас мы будем развивать болезнь нашу. Так, поражение кожи. Развиваем. Так, да, онлайн. Развиваем. Это 29 стоит. Так, 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 так. Летальный свет поднимается прилично. У нас дешевенькое такое есть. Ну, тут это 4. Вот это 4. Ну, вот это, на ревер пусть будет, тоже заразность поднимется. Есть. 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 Мадагаскар. Есть. Растет количество больных. Они же потом могут и бомбить больных. Так. Двадцать. Тридцать. Можно еще замедлить исследование. Тридцать девять. Так. Давайте разовьем вот это. И, пожалуй, системная инфекция. Ну, ладно, сейчас подождем немножко. А, еще кто-то. Все, морокок, последний блок. Сколько тут больных? Ну, это заразность поднимите. Хорошо. Чтобы быстрее эпилепсия. Где? Там. Чтобы заражались. И, пожалуй, я защиту сделаю все-таки. Вот так вот. Чтобы они дольше. О, видите, откатилось. О, закрывали границы. Видите, сколько границ. Закрыли портов. Аэропортов. Так. Весь мир уже разрабатывает лекарство. Да. Да, давайте симптомы еще подкачаем. Заразность поднимите. Понимаем. И летальность тоже. Вот так вот делаем. Морокко. Как там? Нормально. Вот так вот делаем. Морокко. Как там? Нормально. 50%. Австралия растет. Так. Южная Африка. Да. Умирать быстрее. Передачу надо поднять. Вот так вот. Ну вроде бы нормально. Пошел процесс. У киликаста тоже растет, да? Ну, давай, 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 давай болезнь. Воспаление, что это там, а симптомы? Это сколько стоит, 34 метра? Ну, не нравится мне как растет исследование. Неужели не завалю? Ну, вот это поле развиваем, развиваем. Что-то в мире мрут люди, но медленно еще. Так, разруха в Китае. Так, ну, мне кажется, я не успею замучить всех людей. Медленно мрут. Видите? Надо было еще качать сопротивление этим исследованием. 95%. Не успею замучить. Не хватает очок, чтобы более сильно развиться. Не успею, видите, вот начали выздоравливать. Ну, вот так вот, тут перегонки начинаются. Редгеймс не справился, к сожалению. Бывает. Ну, и ничего страшного. Главное, весь принцип вы, надеюсь, поняли. Ваша задача получается развить болезнь, делать ее более незаметной, чем дольше. А потом, когда будет нарастать очки, мочить всех людей. Вот так вот. Ну, люди, видите, решили сопротивляться и победили мою болезнь. Бывает и такое. Так что вот так вот. Ну, игра, говорю вам, стоящая. Интересно развивать. Конечно, плохо, когда есть несколько видов болезней, и симптомы фактически одни и те же. Но, когда симптомы разнятся, тогда намного интереснее играть. А так, когда повторяется там грибок вроде бы тоже повторяются симптомы, не помню там, что там дальше. Прион вроде бы тоже там повторяются симптомы те же там. А вот для вируса, которые сделают людей зомби, то там другие. Для червя, для паразитов вроде бы немножко другие симптомы и умения там. Когда разные именно симптомы и умения намного интереснее играть из-за болезни. А там где повторяется, то как-то, да, умения у них отличаются, у всех фактически болезней. Но симптомы немного как-то подкачали в этом плане разработчики. Но все равно игра очень интересная. Так что очень вам советую. Попробуйте, вы не пожалеете. И если вам, как сказать, понравился данный обзорчик небольшой, можете поставить лайк. И до встречи в следующих видео. Так что всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok